Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, Франция, где пройдет в Париже Олимпиада, отказалась пускать к себе многих российских, так сказать, журналистов, а также физиотерапевтов, тренеров и технический персонал, которые будут сопровождать российских, не только речь идет о российских и белорусских одновременно, российских и белорусских спортсменов, которые допущены к Олимпиаде. К Олимпиаде оказались допущены без флага, герба, гимна, символики и чего-либо, хоть как-то указывающего на страну происхождение. Значит, 15 спортсменов из России и 16 из Беларуси. Все, больше никто. С тренерами и так далее у них проблема, потому что пустили далеко не всех. То есть, вот, ну как-то так они будут там выступать, да, еще и без тренеров. Освещать это будут, да, некоторых российских журналистов пустили, и белорусских, но большую часть не пустили. То есть, вот такое вот будет освещение. Еще очень интересный момент, что я так понимаю, что дома вот эти спортсмены из России и Беларуси будут преданы такой обструкции, знаете, будут их набить, потому что они, мол, предатели и согласились выступать без флага, герба, гимна, символики и так далее, и так далее. То есть, унизили великую Россиюшку и Беларусь одновременно. Ну, Беларусь они не унижали, они унизили советскую Беларусью с флагом закат на болоте, да. Вот, то есть, этим спортсменам, что Беларусь советскую, что на Россию возврата уже, судя по всему, не будет, будут они жить где-то на Западе. Вот, это такой момент просто, как бы, но интересно другое. Вот, видите, даже среди журналистов, среди технического персонала, тренировок и так далее, и так далее, оказались агенты КГБ Беларуси и агенты, хотел сказать, Моссада, нет, хотя кто его знает, может есть, агенты ФСБ, и вот, видите, им просто указали на дверь, их, точнее, вообще никуда не пустили. Вот, собственно говоря, на каком уровне подножного корма на сегодняшний день находится вся российская журналистика, белорусская, по-моему, умолчанию тоже. Де-факто это просто, это не журналисты, конечно же, это пропагандисты, ничего общего, лгуны, ничего общего с журналистикой не имеющие, но вот, как говорится, теперь им еще и указали на дверь, пускай едут в Сыктывкар и освещают новости вечернего Сыктывкара.